Уже пятый день в новом жилье. И чара почти успокоилась. Главное – хозяйка рядом. Из временных удобств – раскладушка, постельное белье, посуда и мебель. А из неудобств – все вещи, кубки и медали американского стафарширского терьера за породу и соревнования остались дома на Нариманово. Но сейчас важно, говорит пенсионерка Лидия Любаева, что здесь тепло и сухо. Тут условия лучше, чем там. Люди помогли, спасибо людям, что откликнулись на нашу беду. Тут условия меня устраивали. 12 квадратных метров на Нариманово – жилье муниципальное. И сейчас Лидии Любаевой положены 10 тысяч рублей единовременной выплаты и новое жилье по соцнайму. Новые квадратные метры по договору ждет и семья Капанцовых. Сейчас все трое – мать, сын и внук в двух комнатах трешки маневренного фонда на Уландской. Если там у меня текло, крыша текла, то здесь ничего не течет, все сухо, все тепло. Ну, здесь на условии, конечно, хочется, чтобы отдали вещи, а так все нормально. 46 лет жизни пенсионерки в общежитии на 12,5 квадратах теперь в прошлом. В день обрушения дома на Нариманово жильцов эвакуировали срочно. Поэтому из вещей только паспорт и то, что было на себе. За любой помощью от посуды до бытовой химии обращаются этажами ниже. В одной из квартир администрация Ворошиловского района обустроила пункт гумпомощи. Состояние аварийного дома сейчас исследуют специалисты ДГТУ. Все сделать планируют в течение недели. И потом будет ясно, можно ли хозяевам войти в квартиры за вещами. В маневренном фонде сейчас разместили 63 пострадавших. Большая часть жильцов у родственников, остальные в гостинице на Ленина. Это временное жилье тоже от города. А что касается выплат, на сегодня подано 202 заявления, а получили деньги 169 человек. Сегодня утром подписано постановление. Первые выплаты идут уже тем, кто полностью потерял свое имущество. Это выплаты по 30 тысяч рублей. Кого это касается? Это касается жителей первого подъезда, где у нас 55 квартир. В этих 55 квартирах проживало 78 человек. Сегодня главой администрации города подписано еще одно постановление о предоставлении жилья из муниципального фонда. Вот такие квартиры получат жильцы дома на Нариманово, имеющие договоры соцнайма. Три из 15 семей их уже получили. А что касается собственников жилья, 33 из 140 предварительно согласились на предложенную выкупную сумму. Юлия Сурикова, Руслан Хамчиев, Первый, Ростовский.